Добрый день, дамы и господа! Добрый день, уважаемые клиенты, партнеры, гости нашего мероприятия. Я рад вас приветствовать. Огромное спасибо, пользуясь случаем, хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы сегодня здесь, нашли время, возможность. Давайте еще раз друг другу поаплодируем. Я вам аплодирую, вы друг другу поаплодируйте. Для нас это очень важно, потому что сегодня, наверное, это самое важное, самое ответственное мероприятие, самые важные итоги года. И также давайте аплодируем Айрату за его выступление, потому что это довольно волнительно открывать такое мероприятие. И Айрат говорил про итоги 2018 года, и я буду таким логическим продолжением его выступления. И я начну со стратегии компании на 2019 год. Прежде чем мы начнем говорить о стратегии, я хотел бы обратить внимание на два тренда, которые мы сейчас замечаем на рынке. Итак, тренд номер один – это лояльность против привлечения. То есть сегодня предприниматели задают этот вопрос, куда направить маркетинговый бюджет. И оно понятно, на это есть причины. Во-первых, привлечение клиента, оно сейчас становится, во-первых, это дорого становится, растет стоимость привлечения клиента. И мы знаем, что для большинства бизнесов они начинают зарабатывать только со второй, с третьей, там кто-то даже с четвертой продажи. Второй момент – это то, что снижается эффективность. Мы сейчас, у нас есть такое понятие, как баннерная рекламная слепота. То есть это тогда, когда сейчас реклама очень много, очень много вот этого шума, она реклама навязчивая, и у людей формируются такие внутренние барьеры, которые нас ограждают от этого информационного шума. Ну и очень тяжело просчитать затраты на маркетинг, маркетинговые инвестиции, потому что некоторые виды рекламы, они вообще в принципе не имеют инструментов для того, чтобы вы считаете себе стоимость одного клиента. И сегодня, если мы говорим об эффективности рекламы, то на наш взгляд эффективна реклама тогда, когда заливаете большие бюджеты. То есть во времена баннерной рекламной слепоты, для того, чтобы клиент захотел купить Кока-Колу, он должен 50 раз увидеть, услышать название Кока-Кола. Он должен увидеть это по телевизору, он должен услышать об этом по радио, он должен прочитать об этом в интернете, он должен прийти в магазин, и там должен быть плакат этой Кока-Колы. То есть Omni Channel со всех разных сторон мы должны сообщить о своем продукте для того, чтобы достучаться в этом информационном шуме, в сегодняшнем информационном шуме до клиента. Понятно, что если есть большие бюджеты, это окей, но для малого, особенно для микробизнеса, это неподъемные суммы. Чего не скажешь о тех предпринимателях, которые работают сегодня с лояльностью. Лояльность – это по-другому управление клиентским опытом. Если взять всю клиентскую базу нашу, то где-то процентов 20 – это наши лояльные постоянные клиенты. И вот именно они генерят порядка 80% оборотов компании. Если жить и работать по принципу усиливать сильное, это очень хороший принцип, я считаю, то весь фокус, весь акцент нужно сделать на создании лояльных клиентов и на работу с этими лояльными клиентами. Почему? Потому что они в принципе не стоят денег. То есть их повторные покупки не стоят денег. Им не нужна ваша реклама, акции, бонусы, скидки. Они и так покупают, потому что у них есть определенный уровень ожидания от вашего бизнеса, от ваших товаров, от ваших услуг. И помимо этого они еще делают рекомендации своим друзьям и знакомым вашего бизнеса и приводят к вам новых клиентов в бизнес, которые стоят вам сегодня ноль денег. Мы… Айрат говорил о том, что силами наших партнеров было проведено в прошлом году такое количество форумов, которое посетило порядка 55 тысяч человек. Представьте себе, мы говорим о том, что мы формируем клиентоцентричное предпринимательство. И мы там часто говорим о том, что советуем бизнесу вести в бизнесе такой показатель, как количество постоянных клиентов. Это очень важный показатель сегодня, его важно замечать. И мы говорим такую статистику, что зачастую увеличение всего лишь, это показатель на 5%, то есть всего лишь на 5% количество постоянных клиентов могут в итоге привести на увеличение прибыли в зависимости от отрасли на 20, не оборот, а прибыли на 25-100%. Почему? Потому что еще раз, эти лояльные клиенты, их повторные покупки практически не стоят денег, в это не нужно инвестироваться. И они приводят новых клиентов, которые тоже стоят ноль денег. Поэтому сегодня все больше и больше предпринимателей задумываются о том, что нужно заниматься управлением клиентским опытом. Управление клиентским опытом. И вот если вдуматься, то привлечение, по сути, это как, в большинстве случаев, это агрессия. То есть это взять клиента, привести к себе, и тут нужна манипуляция. То есть, в принципе, вся реклама, она построена на манипуляции. А вот управление клиентским опытом, лояльность, это как, в большинстве случаев, забота. То есть позаботиться о клиенте таким образом, чтобы он пришел к тебе снова. Тренд номер два, который сейчас есть, который мы замечаем, его очень хорошо выразил, о нем сказал Герман Греф. Сегодня нет конкуренции на уровне товара, продуктов, сегодня есть конкуренция на уровне модели управления. Действительно, сегодня очень тяжело конкурировать на уровне продукта. То есть сегодня абсолютно любой продукт, товар, услугу можно скопировать. То есть если вы сегодня придумали рецепт самого вкусного кофе в мире, и к вам сегодня выстроилась очередь, то это говорит о том, что завтра через дорогу в соседней кофейне будут варить то же самое кофе. И часть очереди придет туда. Самый главный вопрос во всей этой истории – это как сегодня выигрывать на рынке, где все делают плюс-минус одинаковый продукт, с плюс-минус одинаковой маржинальностью. Еще раз, как сегодня выигрывать на этом конкурентном рынке, где все делают плюс-минус одинаковый продукт. Ответ – это совершенствование, трансформация модели управления. Каким образом? Через диджитализацию, через цифровизацию бизнес-процессов. Почему? Потому что цифровизация позволяет, во-первых, это оптимизация бизнес-процессов. То есть мы можем экономить человеческие, финансовые, временные ресурсы. Мы можем повысить производительность компании. Просто вдумайтесь, если мы производим один и тот же продукт вместе с конкурентами, где одинаковая маржинальность, если мы сможем высвободить средства, найти средства у себя внутри, то есть экономить деньги на бизнес-процессах, или, например, когда компания тратит на обслуживание бизнес-процессов, например, штат 100 человек, то диджитал-компания может обойтись в два раза, в три раза. Может быть, пятью сотрудниками можно обойтись. То есть мы это знаем. И вот сегодня, если мы посмотрим на лидеров ниш, возьмем любую нишу и возьмем лидера, то, скорее всего, это не скорее всего, а точно это компания, которая сегодня впереди за счет диджитализации. То есть те компании, которые цифруют свои бизнес-процессы, у них есть возможность вырваться вперед. Почему, например, Дода Пицца? Я люблю приводить этот пример. Почему Дода Пицца сегодня на рынке доставки пиццы, сегодня номер один? Они имеют больше всего открытых франшиз. Хотя на рынке огромнейшая конкуренция. За счет чего? За счет того, что у них есть своя собственная диджитал-платформа. И они даже говорят, есть комментарии, некоторые интервью, они говорят, что мы не компания по доставке пиццы, мы IT-компания, которая занимается доставкой пиццы. Или что, например, позволило Тинькофф Банку за такой короткий срок существования стать самым большим онлайн-банком в мире? Это только потому, что есть диджитал-платформа, есть туда акцент. Сегодня все об этом думают и все это делают. И самый важный момент, наверное, здесь, это то, что диджитал-платформа позволяет нам улучшить опыт взаимодействия с клиентом. Обратите внимание, сегодня у современного клиента сформировался определенный уровень технологического ожидания. Технологического ожидания от вашего бизнеса. Это правда. То есть сегодня я не представляю, что для того, чтобы вызвать такси, нужно звонить оператору, а потом еще ждать, когда оператор перезвонит. То есть в моей картине мира сегодня этого нет. Я не представляю, что для того, чтобы отправить деньги другу, нужны те выделения банка, выстоять очередь, выписать распоряжение, и через три дня деньги дойдут моему другу. Мы это делаем сегодня в два клика. В моей картине мира нет, что для того, чтобы заплатить квартплату, нужно идти куда там, в отделение почты. Или я сегодня не представляю, как еще можно заказывать пиццу, как не через мобильное приложение. Смысл в том, что те компании, которые удовлетворяют, соответствуют уровню технологического ожидания, они будут вырываться вперед. То есть если вы улучшаете опыт взаимодействия со своим клиентом, он в любом случае выбирает вас. Что такое UDS? UDS – это диджитал-платформа для среднего, для малого и для микробизнеса. То есть если вы крупная компания, и если у вас есть действительно большие бюджеты, вы можете создавать свою собственную диджитал-платформу. Тут даже, наверное, не бюджеты нужны, тут нужно больше понимания, что ты хочешь. Потому что иногда бывает, бюджеты есть, но вот это создание своей собственной диджитал-платформы, это выглядит как «иди туда, не зная куда, и принеси то, не зная что». И мы знаем, как бездарно тратятся эти бюджеты. То есть UDS – это готовая диджитал-платформа для малого и для микробизнеса, куда бизнес может прийти и оцифровать свои бизнес-процессы. В частности, это оцифровать опыт управления, клиентская лояльность, опыт взаимодействия с клиентом. То есть вы можете прийти на эту платформу, любой предприниматель, и получить инструменты, и хотя бы как минимум соответствовать уровню технологического ожидания. То есть, например, прийти в смартфон к своему клиенту, потому что все уже к этому привыкли. Или как минимум выстроить канал коммуникации привычным способом со своим клиентом через мессенджер, через мобильное приложение. Или начинать принимать оплату через мобильное приложение, так как сегодня в принципе привык клиент делать. Если это делает малый бизнес, это создает эффект «вау», потому что, как правило, клиент не ждет от малого бизнеса такой технологичности. Но если она у вас есть, вы это можете себе позволить. И вот UDS — это платформа, диджитал платформа, для того чтобы мы могли оцифровать свои бизнес-процессы по управлению клиентским опытом с доступным порогом входа. На площадке уже на сегодняшний день более 25 встроенных инструментов для диджитализации, для цифровизации этого процесса, бизнес-процесса. И мы постоянно работаем над тем, чтобы больше, больше, больше новых инструментов возводить на этой площадке. И наша миссия — это процветание предпринимателя через восхищение его клиентов. Субтитры создавал DimaTorzok